Здравствуйте, коллеги! Мы начинаем эфир передачи обзор рынков аналитики FIBA Group. И с нами сегодня аналитик компании FIBA Group Сергей Боричук. Сергей, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, коллеги! Что интересного сегодня на рынке? Можно ли спать дальше в летней спячке или все-таки есть что-то интересное живое? Как? Спать в спячке сложно, особенно у нас в Киеве. Если кому-то жарко, приезжайте. У нас сейчас плюс 6, плюс 8. И дожди, сильные дожди. Как говорится, поскольку коммунальные службы не очень сильно занимаются вычисткой больных деревьев, то природа эту проблему решает, разбивая эти деревья в автомобиле, припаркованные под ним. Так что, ну, реально очень холодно, дожди, дожди, это 4 дня. Прошло 4 дня дождей, прохладно. Ожидаем потепления где-то на этой неделе, но тяжелая погода у нас, то жарко 30, то... Ну, нельзя дать холод, да, но плюс 6, плюс 10, и дождь. В июле, в июле, в июле. В прошлом месяц назад в Карпатах, да, выпал снег, ну, в общем, Украина сейчас не есть туристический рай, конечно. Ну, тоже такое, главное, какие лопки есть, интернет не пропадает, работать можно. А на рынке сегодня не очень так уже интересно, на самом деле. С точки зрения таймфреймов ничего сверхособенного не случилось. Видим то, что видим, есть продолжение тех наметок, о которых мы говорили раньше. Например, британский фунт откатился и вернулся обратно в ту же тенденцию, которую ожидалось немножко, да, заработать, но не зацепившись, я не сумел зацепиться за длительное движение вниз, ожидаю повторно. Евро, хочется верить, что все-таки будет идти глобально вниз. Впрочем, как говорил, а, индекс доллара рисует, что-то, какую-то консолидацию в виде ромба, вполне может быть, что будет продолжение вверх. Ну, будем смотреть. Самое главное правило, которое почему-то очень многие забывают, я сейчас не помню, кто его сказал, но он сказал так, я не знаю такой низкой цены, чтобы нельзя было продать, я не знаю такой высокой цены, чтобы нельзя было купить. Все в этом мире относительно, вспомните, как с парикета евро двигалась до 1,8, или, например, как по битку, все видели, по-моему, если я не ошибаюсь, что 100 тысяч, вот где-то в эти вот дни, что сейчас идет, я так что-то смутно вспоминаю, эти прогнозы годичной свежести, где-то сейчас 100 тысяч, ну, как-то не наблюдается. Что еще, хотелось бы отметить, с недельной точки зрения евро ведет себя прогнозировано в тех рамках, которых я наблюдаю, а так, давайте будем переходить в графику, и после чего я готов ответить на любые ваши вопросы. Да, давайте посмотрим. Ну и евро-доллар, конечно, почему вы видите вниз, мы сейчас с огромным интересом послушаем. Да, конечно, и так, я надеюсь, что рабочий стол видно. Видно, отлично. И вот, если мы вернемся к нашему евро-доллару, то вот он как выглядит с недельной точки зрения. Сейчас идет тест линии поддержки, который был прорван, который стал, то есть линией шеи, вот этой вот фигуры, которая, с моей точки зрения, очень сильно напоминает фигуру под названием «удавшийся размах». Не знаю, как ли это, или не так, но вот, вот как-то так, цена ниже линии поддержки, ну, вернее уже сопротивление, цена ниже пятой скользящей, цена ниже двухсотой скользящей, и, короче, напомню, что это недельный таймфрейм, это не дневной таймфрейм. Соответственно, график не трогается уже очень давно. Фактически где-то с того момента, как был нарисован вот этот вот пик, или может быть, когда вот этот вот минус, минимум, наверное, был нарисован, я провел через две точки поддержку и вот наблюдаю консолидацию в этом районе. Вот, и, соответственно, с моей точки зрения, все смотрит на продолжение движения. Ну, посмотрим, наша задача не угадать, да, кто хочет угадывать, тот может сыграть в игру в карты «Верю-неверю» или, скажем, в казино, если в какой-то стране это удовольствие разрешено, даже, в основном, если не разрешено, тоже не разрешено. Вот, а работать, работать с торговым сигналом, вот почему мне всегда импонирует трекеру, у которых есть жесткая торговая система. А теперь вернемся к индексу доллара. Итак, индекс доллара. Сегодня еще не сформированный вот этот вот минимум, поэтому построение само по себе еще пока писано делами по воде. Но если исходить из логики, что данная свеча все-таки закроется выше пятой столь зящей, это будет харами, или это будет, я не знаю, ну что, посмотрим, давайте не будем гадать, как это закроется. И это будет разворотная свечная конфигурация. Если мы будем говорить об экстремумах, то это будет правосторонний экстремум второго типа, или потенциал правосторонний экстремума второго типа. Это вот здесь вот такое счастье. Соответственно, перенос, готический перенос сопротивления и поддержки, построенный ранее симметрично, создает нам графическую фигуру под не совсем однозначно интерпретируемым названием, ромб, дриллиант и так дальше. Зачастую данная фигура является фигурой продолжения. Впрочем, никто ей не помешает пробить поддержку и все, что можно с точки зрения поддерживать, и сказать в дальнейшем, что это будет кратная вершина. Вот эта маленькая, или кратная вершина совсем большая. Чем коррой графический анализ? Мы не знаем его исхода, но мы знаем базовые признаки, которые говорят о начале движения. Это прорыв уровня в ту или иную сторону. Соответственно, если мы прорвем максимум данного построения, или минимум, вот там, данного построения, то мы будем говорить о графических фигурах. На этом просто хотелось мне оценкировать внимание и более чем, поскольку мы на самом деле смотрим на график не с точки зрения классической графики, а с точки зрения, естественно, индикатора и шумов. Что же мы видим? Цена над облаком, облако направлено вверх, восходящий, расширяющийся. Трех глобальный, с точки зрения индикатора направлен вверх. Цена над индикатором и линия Чинкова над ценой. Цена дважды подсаживается, поддерживается, выталкивается на вверх. Соответственно, закрытие пятничной свечи ниже линии ТНК поломало нам логику дальнейшего движения. И для тех, кто открылся на поглощении, вот здесь вот, и установил стоп ниже минимума рынка или ниже линии Киджун, сегодня есть повод задуматься о формировании нового торгового сигнала, да, в длинную сторону, о наращивании позиций, которые можно будет интерпретировать как три, как парадлинии, извините, или три линии, еще и второе название, как парадлинии облака, Киджун, ТНК, цена. Цена должна быть над линией Киджун. Соответственно, сам по себе торговый сигнал представляет из себя реализацию потенциала, в данном случае правостороннего потенциала второго типа, а, соответственно, открывающий логик должен быть выше вот этой вот растущей свечи. Если мы так откроем позицию, то мы с вами будем иметь возможность войти в длинную сторону, однако при этом стоп будет достаточно существенным, 1100-1200 пунктов по индексу доллара. Если этого у вас нет, то есть вас такой стоп не смущает, то вам можно рассмотреть данный инструмент с точки зрения открытия длинной позиции. Впрочем, я повторюсь, обычно повторяюсь, лично я не имел привычки, вообще практики, не то, что практики торговли по данному инструменту, и его прогнозные показатели, вот, из графического анализа, из моей ожидания, да, является некими дополнительными соображениями относительно других активов. Внутри дня, начнешь часов в таймфрейме, мы находимся в рамках тех же построений, вот наш ромб большой такой, да, это какая-то внутренняя линия. Я уже не помню, зачем мы ее строили, или может быть, я сам ее строил, когда занимался анализом. Цена находится выше двухсотой, цена находится выше пятой. Соответственно, нам необходимо дождаться для конъектового решения следующего таймфрейма, извините, закрытие, ну да, следующей свинчей, следующего пара, что попытаться получить длинный сигнал. Кто работает с этим инструментом, обратите на него внимание, он перспективен как на работе внутри дня, так и для работы на дневном таймфрейме. Евродоллар. Евродоллар, повторяя в неком контексте динамику предыдущего инструмента, все же не является его зеркальным отображением на текущий момент времени. У основания скорее мы видим все-таки что-то в виде прямоугольника или кратной вершины. Это или вот такая вот фигурка будет с точки зрения, что-то уже не цепляет, да, ну неважно, да, с точки зрения разворота это прорыв этого уровня, с точки зрения энергетического анализа или прорыва основания как дальнейшего движения. То есть давность, динаправленная консолидация некая, даже не совсем консолидация, а движение все-таки скорее во флайке, на что и реагирует индикатор шумов. У нас произошло вот нет сужения амплитуды и хочу заметить, что в дальнейшем это скорее всего еще будет происходить и дальше, поскольку 24-26, что там у нас? 23-я минимум, ну будет видно, может быть, вот будет горизонталь, да. А в любом случае индикатор говорит о том, что мы находимся или в коллекции, или в офлайде. Поэтому данный инструмент торговать сейчас с точки зрения индикатора несколько преждевременно, да, и самого торгового сигнала, как четко выраженного, не наблюдается, да. Но, посмотрите, если поставить открывающий ордер ниже линии Тинкан, мы получим ситуацию, что у нас цена возвращается в фазу парада линий, до текущего момента цена ниже скользя, ниже облака и Чинкову ниже цены, а если у нас не будет сильного роста, Чинкову и останется ниже цены. То есть на текущий момент мы находимся в состоянии, когда мы дважды усилены вниз, да, давление вниз сильное на цену, но движение цены в диапазоне. То есть вполне может быть, ой, что-то я не так нажал. Опа, а как это я могился закрыть? Прикольно вышло? Если бы мне кто подсказал, как открыть последнюю запретую вставую вкладку, есть такое у него? Опа. Коллеги, у кого какие мысли, как лучше поступить? Да, это евро-доллар, и все перестраивать это будет достаточно долго. Ну что ж, давайте тогда мы сделаем так. Я пойду по фунту, а в конце мы еще раз вернемся к евро-доллару. Может кто-то посоветует? Да нет, я быстренько все перестраиваю, как получится. Чтобы мы не теряли сейчас время. Итак, британский фунт, как же ты умудрился. Значит, британский фунт на текущий момент демонстрирует отбой от линии ТНК. Это слабый разворотный сигнал. Стоит ли его торговать? Его нет, но мы имеем ситуацию, когда у нас здесь тоже пора длинить. Цена под облаком, Черкова под ценой, и вот это вот у нас с вами, собственно говоря, и потенциал... Ну, вот вчера в пятницу сформировался экстремный, потенциал экстремума, да, соответственно, открывающий ордер ниже, минимум вот этой вот, под растущей свечи. Или ниже рынка, в связи с вашим методом торговли, да. А какая, какой недостаток сейчас, да, обратите внимание, облако резко сокращается, при этом линия Синкоус-Пан-А горизонтально-горизонтальная. То есть, с точки зрения индикатора и Шимоку, мы находимся во флете или в начале коррекции. Поэтому, ну, оно так по большому счету и есть, да, соответственно, целесообразно рассматривать возможность торговли вниз при установке оргера ниже уровня 1, что там у нас, сейчас я скажу, 1,3066 или ниже рынка. 1,3047, вот, если ниже, вполне неплохой момент для открытия торговой позиции. А для себя хочу сказать, что меня Синкоус-Пан, о себе хочу сказать, что меня Синкоус-Пан выкинуло. Вот здесь вот на вот этом вот снижении, да, заработает 97 пунктов, что, в принципе, достаточно неплохо. Впрочем, я ожидал более интенсивного движения в свою сторону. Так, внутри дня, внутри дня, на четырехчасовом таймфрейме мы наблюдаем ситуацию, когда цена ниже 100 и сейчас пробивает 5. Соответственно, после того, как цена закрепится, нам необходимо дождаться некого коррекционного движения, после чего можно пробовать открыть сделку вниз. А британский фунт в перспективе для работы как внутри, так и на дневном таймфрейме. Канадский доллар, канадский доллар сейчас у нас перестал расширяться, но, в принципе, он демонстрирует глобальный рост. При этом цена находится ниже линии Тенкан, выше линии Киджу. До линии Тенкан у нас с вами порядка 100 пунктов, где-то среднесуточная волатильность данного инструмента. Поэтому я не вижу смысла, и тем более у нас здесь формируется, скорее всего, хорами, поэтому я не вижу смысла пытаться войти в эту сделку, в длинную сторону. Хотя цена над облаком, облако демонстрирует положительную динамику Ченкову над ценой. Просто из-за того, что нам необходимо устанавливать открывающий ордер очень далеко от цены, а 100 будет вообще, 164 пункта в таком случае, я советую данный инструмент проигнорировать с точки зрения торговых решений, если вы торгуете, используя облако, ну, индикаторы ШМО. На четырех часах у нас сейчас цена находится под пятой, но выше двухсотой. Соответственно, и линии сходятся, да, поэтому до тех пор, пока цена не выйдет выше пятой или не уйдет ниже двухсотой, сейчас говорить о торговле не хотелось бы, да, поэтому канадский доллар на сегодняшний день, с моей точки зрения, не является перспективным инструментом для работы. Австралийский доллар, достаточно интересная ситуация, с моей точки зрения, да, чем-то напоминает гигантский фунт, цена находится ниже облака, облако демонстрирует понижающуюся тенденцию в целом, но в краткосрочном периоде цена находится в афрете, ну, что, собственно говоря, мы и наблюдаем. Дальше, фактически сейчас формируется торговый сигнал парад линий, цена под облаком, Челькова под ценой. Поэтому, если мы с вами работаем, торгуем данный инструмент, есть практика торгового данного инструмента, целесообразно рассмотреть, возможно, открытие позиции после закрытия сегодняшнего дня на потенциале или на реализации экстремума, то есть ниже уровня 0.73.33 или ниже рынка, что есть 0.73.21. Советую рассмотреть возможность открытия вниз от 0.73.19. Иван подсказывает, надо сохранять профиль. Профиль у меня сохраняется автоматически, надо будет его только перезагрузить. Спасибо за подсказку. А нет, если я сейчас выйду и зайду, то у меня этот профиль автоматически сохранится и восстановится. Надо было файлы сбрасывать отдельно. Иван, я на будущее воспользуюсь вашим советом и после выхода из программы просто буду делать резервную копию профиля, и это будет намного удобнее, как для решения в дальнейшем подобных проблем. Правда, я так и не понял, что у меня случилось, как это я умудрился закрыть окно. Ну вот как-то и умудрился. Так, идем дальше, друзья мои. Внутри дня. Цена ниже 5-й и ниже 2-х сотой. Обратите внимание, как раз сейчас происходит выход из стахастика. Это так, где-то на нем взяли внимание. Просто совпала такая картинка. Поэтому нам надо дождаться некого коррекционного движения и на нем пытаться открыть короткую позицию. Австралиец очень интересен. В короткую сторону, как с точки зрения внутридневной, так с точки зрения дневной торговли. Кстати, я кто-то видел в комментариях. Кто-то об этом сегодня уже писал. Владимир Самородов, по-моему. Да, вот. Да, вот Владимир тоже. Нет, Владимир на Аутхад смотрел. Sorry, Владимир. Так, идем дальше. Следующий инструмент это новозеландский доллар. На текущий момент, с точки зрения принятия торговых решений, он себя исчерпал уже. С точки зрения анализа, цена под облаком. Облако расширяется направленно вниз. Все падает. Чем поводу ниже цены. Был хороший повод попытаться войти в сделку, если бы был торговый сигнал, это вот в пятницу. Но на самом деле, вот с моей точки зрения, торгового сигнала уже не было по данному инструменту. Он был вот здесь вот, на самом духу. Это было где-то в прошлый вторник, наверное, или понедельник. И, соответственно, сейчас, к сожалению, нам необходимо ждать неких коррекционных движений, чтобы индикатор решимок изгенерировал торговый сигнал. Так. На внутридневном таймфрейме у нас цена ниже пятой, ниже двухсотой, скользящая ниже пятой. Соответственно, происходит прорыв, и на данный момент времени торгового сигнала нет, но инструмент целесообразно наблюдать дальше по причине того, чтобы было сильное движение. Если мы увидим коррекционное движение вот такого характера, когда возникнет потенциал экстремума, максимум будет выше соседнего, минимум будет выше соседнего, можно рассмотреть возможность работы внизу. Дальше. Доллар-иена. Доллар-иена на сегодняшний день пыталась или пытается пробить некий уровень, вот он, тестирует этот уровень и нарисовала падающую звезду, разворотную конфигурацию. Соответственно, сама по себе раскладка, да, у нас цена выше облака, Чинкова выше цены, но облако резко сужается. То есть нам нечего сейчас торговать. Более того, линия Пиджун в цене, ой, извините, в облаке, да, у нас нет парада линий. У нас нет ничего, у нас есть только попытка удара об уровень и отскок от него. Соответственно, следующая свечная, следующая свеча на дневном контракте, то есть завтра, если обновить текущий минимум, то мы с вами получим неплохой момент для входа в рынок на отбое от линии Тенкань, хотя это и слабый сигнал. Если так произойдет, у нас, скорее всего, Синкова начнет двигаться вверх, и у нас с вами здесь будет неплохой момент для входа в рынок. В таком случае ордер будет или выше максимума последней свечи завтрашней, или выше максимума рынка, в зависимости того, как вы торгуете. Не забываем о том, что после выхода из облака цены у нас возникнет следующий торговый сигнал, это пора в рынке. Возможно, они совпадут, будем наблюдать. То есть иена не является на сегодняшний день интересной для принятия торгов, но целесообразно отложить ее для анализа с последующим принятием торговых решений. Внутри дня цена выше пятой, выше двухсотой, тестирует уровень. Мы можем с вами попытаться открыть позицию на прорыве вот этого потенциала, вот он, или торговать выше рынка, попытаться, но тогда будет очень большой стоп. Ну, или посидеть на заборе и посмотреть. То есть я бы на месте трейдера по торгуете еду, сейчас, конечно, спешить некуда, но понаблюдал данный актив с точки зрения внутридневной торговли в длинную сторону. Австралиец, чистое, австралиец-новозеландец, рисует нам восходящие тенденции. Посмотрите подряд, раз, два, три, четыре, пять свечей, а с точки зрения самого роста, так у нас фактически нет, не считая вот эту небольшую коллекцию, фактически просто взлет. Размах 290-300 пунктов, как там, 286 пунктов за 9 свечей. Цена выше облака, облако растущее, но Чинкову сейчас в цене, то есть с точки зрения усиления торговых сигналов, торговый сигнал появится завтра. Но с точки зрения свечной конфигурации и прочего у нас сейчас нет ничего длинного, в длинную сторону, да, нам необходимо, а почему нет? Вот у нас есть крест, да, видите, как они завидят. У нас есть крест, который сформируется сегодня в полночь, как длинный торговый сигнал. Соответственно, необходимо после его формирования или установить ордер выше рынка текущего, или искать торговый сигнал в виде потенциала, чего-то разворотного после небольшого движения вниз. Обратим внимание на Австралию и Новозеландию, достаточно интересный момент для принятия торгового решения. Так. Мексиканский песо находится ниже диджун, ниже тенка. Сейчас тестирует тенка, но при этом облако резко сокращается. С точки зрения никакого решения, мы имеем коррекционное движение, да, на текущий момент, и, соответственно, или попытку разворота. А у нас был, да, да, сегодня, вчера, в пятницу сформировался, нет, в ночь с четверга на пятницу даже, да, сформировался крест, мертвый крест на вершине рынка. Это слабый разворотный торговый сигнал, короткий торговый, извините, слабый короткий торговый сигнал. А дальше линия Чинкоу над ценой, цена над облаком, то есть, в принципе, еще говорить о том, что потенциал роста исчерпан совсем преждевременно. Вполне может быть, что мы через некоторое время увидим цену выше тенджун, а за ней и формирование золотого креста на вершине рынка сильного сигнала для лонгов. Возьмите данный инструмент, если вы его торгуете, возьмите его на вооружение, возможно, сегодня, завтра, послезавтра на нем возникнет хороший длинный сигнал. Четыре часа, цена тестирует 200-ю, уже вроде бы как успешно ее более-менее протестировал, дождемся фиксации цены выше скользящей, но торговать мы будем только после того, как пятая заберется выше 200-ой и там мы получим еще один тест, да, 200-ой скользящей. То есть на сегодня я не могу утверждать, что по Песо будет хороший торговый сигнал, но, впрочем, можно его поискать на более мелких конференах. Фунт-иена торгуется в коридоре, с тех пор, как мы провели с вами этот коридор, он фактически не изменялся, облако расширяется, цена ниже облака. Ченкову ниже цены будет завтра. Соответственно, можно рассмотреть ситуацию, а и облако расширяется, то есть мы говорим о том, что цена будет направлена вниз. Мы можем рассмотреть открытие короткого сигнала, пора длиннее облака, киджун, тэнкан и прайс, и цена, да, у нас максимум выше предыдущего, минимум больше предыдущего, это потенциал экстремного первого типа. Отбивающий ордер по закрытии этой свечи должен быть ниже тэнкан и ниже минимума данной свечи. Защитный ордер должен быть выше уровня киджун, и за максимумом рынка, то есть у нас сейчас стоп получается порядка 140-150 пунктов, отбой от линии тренда. Вполне интересное место для открытия короткой позиции на демонтной фрейме для тех, кто не боится шонарной волатильности этого инструмента. На 4-часовом тренфрейме картинка естественно 1 в 1, цена отбивается от линии тренда и пытается пробить пятую скользящую, находясь ниже 200-й. Соответственно, прорыв, фиксация цены ниже и формирование любого коррекционного движения позволит нам рассматривать возможность торгов вниз. Посмотрите, как это было раньше. Вот у нас несколько раз тестировалась линия и 200-я скользящая, и линия тренда, пока не удалось зацепиться за хорошее движение вниз. Правда? Зачем лика таить? Те, кто здесь пытались войти, несколько раз подряд, скорее всего, получили стоп, если они не ставили защитный ордер выше 1 в 1. Будьте, да, аккуратны, это высоковолатильный инструмент. Так, рубль продолжает удивлять своей стабильностью, при том, как говорится, стабильность второго порядка. То есть стабильность-нестабильность. Он стабильно-нестабилен. Имея минимальные размеры тела, то есть он дает гигантские тени. Вот последний пример, да, всплеск на 3800 пунктов. При этом, казалось бы, столь сильные тени должны были физически продавить цену вниз, а нет. При этом, это мы наблюдаем уже не первый раз. Посмотрите, вот какие длинные тени сверху, нет движения вниз, вот то же самое. Более того, с такой сильной тени мы все равно наблюдаем движение вверх. Не менее длинные есть, не, ну, поменьше, конечно, но есть хорошие ярко выраженные тени. Внизу графика. Ну, то есть инструмент, с моей точки зрения, остается сверхволатильным и неинтересным для принятия торговых решений. Но, с точки зрения индикатора и шумоку, цена находится над облаком, Чинкова находится над ценой, и у нас с вами Киджуни ТНК находится в положении парада линий. Поэтому, кто хочет поторговать, может установить открывающий ордер выше линии ТНК или выше максимум валюты. Правда, это же максимум валютовый трейсер. Поэтому давайте просто выше линии, линии ТНК. Но, на самом деле, я интенсивно, активно не советую использовать данный инструмент для торговли. Внутри дня, 4 часа картинка тажа, резкие всплески волатильности, которые не позволяют выдержать стоп, делают данный инструмент неинтересным для принятия торговых решений. В то же время, цена находится выше пятой, выше двухсотой. Если мы увидим какое-либо коллекционное движение, можно попытаться открыть длинную позицию. Так, нефть взлетела выше крыши и на текущий момент ведет некое коллекционное движение. Что мы имеем? Цена над облаком, Ченкову над ценой, и, соответственно, сформировался здесь в ночь четверга на пятницу крест. Золотой крест, как фигура, или как сигнал продолжения. На текущий момент цена сформировала потенциал первого типа, что открывает нам возможность открыть длинную позицию, как по торговому сигналу крест, так и по торговому сигналу изменения света облака. Соответственно, открывающий ордер должен быть выше максимума текущей свечи. На сегодняшний момент это выше, чем 74.18, или выше максимума рынка. Это выше, чем 74.41. Как говорится, 74.42 будет в самый раз. С защитным ордером или ниже текущего минимума, или ниже линии Тильжун. Если же вы опасаетесь, что приобретая вы становитесь инвестором, устанавливайте защитный ордер ниже облака. Так. Внутри дня цена тестирует, вернее, даже припределилась к пятой, находится выше 200. Торговля высокорисковая по одной простой причине. Данная структура в целом она выглядит вот таким вот образом. Является расширяющейся формацией и зачастую является индикатором, или как там сказать, зачастую является фигурой разворота. Поэтому я бы воздержался от работы внутри дня по данному инструменту хотя бы сегодня. золотом расширяющиеся облако, цена под облаком, Чемково под ценой, мы имеем ярко выраженное давление вниз. А торгового сигнала как такого нет. Он сформировался вот здесь вот раз, два, трое суток тому назад, да, короткий сигнал. И на текущий момент мы ждем, мы просто можем наблюдать. Золото не имеет торгового сигнала по индикатору и шиноку. Внутри дня цена ниже пятой, ниже двухсотой, и сейчас сформировала потенциал экстрема первого типа. Соответственно, если вы не боитесь торговать золото, то у нас есть короткий сигнал, который сформируется, на самом деле, по окончанию текущей свечи. Это минимум, открывающий ордер ниже минимума, это 12.47.7, или ниже рынка. Это 12.47.2. Вот 12.47.1 или 12.44, где-то вот так вот, да, вполне можно будет рассматривать на открытии позиций вниз. Обратите внимание на золото. Вполне перспективно для внутренней торговли вниз. Серебро вне торгового интереса, хотя формально оно находится ниже. Облако интенсивно расширяется, Черкову ниже цены, то есть все за то, чтобы было торговать. Но я пятницу ордер не оставил, ордер сформировался, то есть позиция сформировалась в ночь с пятницы на понедельник. Максимум и минимум больше предыдущего, это потенциал экстрема первого порядка. На спешной конфигурации мертвый крест, как сильнейший сигнал и продолжение. У основания сильнейший это продолжение. То есть те, кто поставили ордер, находятся сейчас в породкой позиции. Остальные по серебру сидят на заборе, наблюдают за развитием картинки. Но три дня цена ниже пятого, ниже двухсотой. Ждем какого-либо коррекционного движения вверх, которое позволит найти нам потенциал экстрема. Например, так. Или вот так. И если мы это увидим, можно будет в проводе открываться вниз. То есть серебро внутри дня достаточно перспективно. Господи, вылетело название индекса. Пятисотый индекс. Ну что же такое? Ну не важно. СНП-500. Что же ты мне с головой скажешь? Да. Холодно, замерзли. СНП-500. А цена над облаком. Чинкову ниже цены. То есть у нас нейтральный торговый сигнал. Цена ниже. Цена ниже кичун, ниже кенка. Инструмент вне интереса для торговых. Хотя, в принципе, общая тенденция вроде бы как растущая. Обратите внимание на следующий момент. Да, у нас в целом мы можем говорить о росте. И в таком случае у нас здесь возможно формирование консолидации в виде головы печи. То есть обратите внимание на данный инструмент. Вполне может быть, что он достаточно перспективен для торговли в дальнейшем. Ниже, когда цена пробьет облако. Вполне возможно развал. Будьте наблюдатели внимательны. Дальше. В Nikkei 225. Двое суток тому назад сформировался крест. Мертвый крест на решение рынка. Неплохой торговый сигнал. Короткий. Но мы сейчас находимся в облаке. Кто не вошел в этот торговый сигнал, входить не надо. Цена в облаке. Ченкова ниже цены. Облако развернулось. Поменяло свой цвет. Но торгового сигнала на текущий момент времени нет. А мы находимся, мы тестируем сейчас 200-ю скользящую. После того, как цена пробьет поддержку и шимоку. А я напомню индикатору и шимоку. Поддержка или сопротивление. То есть уровни формируются или площадками индикатора, или пиками и впадинами. То есть площадками облака или пиками и впадинами линии Ченкова. Да, вот наша сейчас поддержка. Выход цены вниз позволит нас с вами рассматривать данный инструмент с точки зрения коротких торгов. Так, теперь я очень быстренько открою. Сергей, хочу обратить ваше внимание. Иван Гурьев лучший поисковик в мире. Он лучше гугла. Он обращает внимание, что если вы откроете свой терминал снова, то евро-доллар находится в конце между битком и эфиром. Каким-то образом он записался у вас. Давайте откроем еще раз терминал. Вот справа видите биток последний, а перед ним евро-доллар спрятался. Это отдельный график, который я наблюдаю с точки зрения перспектив данного актива. Если я перейду на дневной таймфрейм, к сожалению, тут ничего не поменяется. Здесь другая разметка просто. Это другой график. Все, понял. Это дополнительный график. К сожалению, это не тот. Но все-таки спасибо за подсказку в любом случае. Спасибо за внимание, за внимательность. Это значит, что все-таки работу делаю я не зря. Ну и все же я сейчас попытаюсь. Вы хотите попробовать восстановить профиль, да, видимо? Нет, 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 нет. Это долго. Это если бы я делал резервы, вот я бы теперь буду делать резервы. А сейчас я быстренько попытаюсь построить просто евро-доллар. Это не так. Ага, хорошо. А мы как раз посмотрим, как вы это делаете. Давайте. Вот все, я уже засмущался, рука задрожала. Нет, нам интересно. Мы любим учиться, так сказать, у профессионалов. Давайте сейчас мы смеемся. Ага, да, да, да. Так. Белли Боллинжер Бонс. Я вижу так. Сенс. Это что-то тут, я экспериментировал, это не тот. А где же мой профиль для индикатора, для YouTube, E-Trade. Это что-то тут у нас, вот так хотелось красиво все-таки сделать. И что-то у меня сбитый профиль. Это лишнее здесь точно. Это отображать все в день ниже. Я просто делал когда-то про себя. Ага, все. И переходим на день. По идее, я должна заработать. Да, все. И на внутри дня потом поправим. Итак, повторюсь, да. Мы находимся ниже облака. Это у нас евро. Дневной таймфрейм. Цена ниже облака. Облако нейтрально, но все же немножко сужается. Что говорит о том, что мы находимся скорее в афлете. Фигура, нарисованная здесь, то ли прямоугольник, то ли кратное основание. Надо наблюдать. С точки зрения принятия торговых решений, цена находится под облаком Чинкову под ценой. И остается дальше под ценой. Если нет, продолжится рост. На текущий момент мы имеем ситуацию, когда дважды усилены вниз, то есть под давлением вниз. Цена ниже двухсотых. Установка открывающего ордера ниже минимума данной свечи и ниже линии Тенкан дает нам с вами открытие по параду линий. Как торговый сигнал, парад линий будет такой. Цена облака, Киджун, Тенкан и цена. Соответственно, защитный ордер должен быть выше максимума сегодняшнего дня и выше линии Тенкан. То есть что совпадает. В результате стоп порядка 90 пунктов. Вот наш. Естественно, если не будет резкого движения вниз, потому что все же может быть на рынке. Не забываем, но мы исходим из логики предположительно текущего дня. Поэтому, если сравнивать, потом я его перетащу на место туда, к фунту, но если сравнивать с фунтом, то данный торговый сигнал является менее предпочтительным, чем по британскому фунту. Так, вот он. Тут ярче все выражено, все четче. И Ченкову не собирается возвращаться в цену, но это очень интересный момент. Ну и внутри дня, собственно говоря, 4 часа. Как всегда, все перепутан. Так, и внутри дня. Цена ниже 200, сейчас тестируют пятую. Соответственно, через 4 часа, если мы видим конфигурацию некого традиционного движения, который будет хоть один пункт выше максимума предыдущего и минимум выше минимума предыдущего, можно по данному инструменту рассматривать возможность торговли. Обратите внимание, в таком случае это будет голова-плечи. В таком случае мы должны наперед говорить о высоте фигуры. Вернее, о целях. Но при условии, что у нас здесь формируется потенциал. В противном случае нам будет целесообразно дождаться прорыва облака, его теста уровня и тогда работать вниз. То есть евро очень перспективно в любом сценарии, очень перспективно для сегодняшнего, завтрашнего, внутридневной и межддневной торговли. Советую вам обратить внимание на данный инструмент. Ну и два слова осталось сказать об криптопарах. Но сегодня ничего, кроме материи, говорить не о КОТО. Сейчас я вот только это сохраню для нас, для потомков, для будущих встреч, чтобы можно было смотреть, о чем мы там планировали, говорили. Жаль, что не поддерживает групповых операций данный инструмент с графикой, графическими элементами, но ничего страшного. Итак, биток 4 часа, как обычно, да. Еще раз то, о чем я всегда говорю, это достаточно, понедельник достаточно сложный для принятия торговых решений на 4 часа. Да, почему? Потому что вот этот вот разрыв, он ломает построение особенно быстрой линии, потому что она строится как средняя между максимумом и минимумом. Да, поэтому говорить о том, что мы объективно видим картинку, не приходится. Но на 4-м тайм-фрейме уже повеселее, немножко легче, обратите внимание. Цена находится, так, это пятерка, а это что у меня? Пятерка. Ага, это мувинг и разные мувинги просто, да. Сюда я там экспериментировал, пытался посмотреть, что удобнее. Итак, значит, цена сейчас находится у нас выше пятой скользящей и выше двухсотой. С точки зрения принятия торговых решений, да, нам необходимо увидеть момент, когда АОС сейчас, кстати, формируется, потенциал экстремума, и, соответственно, по закрытию текущей свечи можно рассмотреть возможность открытия длинной позиции. Это если совсем коротко, поскольку вот такая картинка, да, вот она. Очень красиво так в Киджуни и Кенкан попали в разрыв. Это весь здесь, это же облако в разрыве. Ну, то есть из-за вот таких вот больших разрывов, из-за того, что мы не видим, мы получаем массу ложных сигналов. Заводились крест, здесь ложный. Из-за того, что здесь нет нескольких, 6 свечей здесь нет фактически. Даже почему? 2 дня по 4 часа. 12 свечений. Так, эфир, ну, в общем, поэтому вот в таких ситуациях я и отказываюсь принимать торговое решение, как обычно, чтобы было видно. Вот что меня смущает по понедельникам, эти понедельники взять до отмены. Итак, у меня все. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Хорошо, спасибо большое, Сергей. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Сергей, как завершился ваш июнь с точки зрения доходности? Неплохо он завершился. Я имею по результатам минимум 4%. Но это по июнь, да, не забывайте, что у меня раньше было несколько похуже значение. Я фактически, можно сказать, вышел в плюс 2% по результатам от начала. Ага, здорово. Я уверен, что вы рады этому обстоятельству, потому что... Да, да, потому что был... За прошлый месяц был очень... Фактически первый квартал, да, был очень для меня напряженный, не совсем комфортный. Там у меня было несколько... Ну, не у меня же несколько ошибочных решений, а система, как себя повела. Но у меня была небольшая просадка, но небольших возрастов не бывает. Бывают убытки. Считаю, что их закрыл и поезд вверх. Но, в принципе, друзья, я, как обычно, хочу напомнить, когда мы переходим о... Говорит немножко о деньгах. Я не являюсь профессиональным трейдером. Я, кстати, коучер в первую очередь. И суммы, которые я говорю, они в процентах не столь критичны, а в абсолютных значениях. Ясненько, понял вас, хорошо. Спасибо большое. Сергей, вопрос у меня такой. Нефть какую долю занимает ваша торговля, если вообще занимает? Не занимает. То есть вы... Я в первую очередь трейдер форекс-рында. И пытаюсь вот стать в какой-то степени крипто. То есть я очень скептически отношусь к торговле материальными ценностями и фьючерсами. Ну и как-то там на разницу на фьючерс. Считаю, что для того, чтобы... И не потому, что это плохо или неправильно. А считаю, что для того, чтобы эффективно работать на этих рынках, надо начинать с тех сумм, на которых на рынке форекс надо заплатить. То есть цена входа на серьезные рынки совсем другая, чем цена входа на рынок форекс. Обаловаться контрактами на разницу, например, на те же самые фьючерсы на нефт, или на что хотите, на любые контракты на разницу. Вот, собственно говоря, доходность та же самая, что и на рынке форекс здесь меньше. Поэтому если у вас есть хорошие деньги, я вам предлагаю идти на биржу, а не использовать суррогатные инструменты. Ну, это у меня такое ощущение. Я не говорю, что это правильно, просто мне так кажется. А если у вас есть средства достаточные для того, чтобы работать на рынке форекс, ликвидность, ликвидность неизмерима. Вот таких вот гэпов, которые нам спокойно может подарить любой из фьючерсов, любой. На рынке форекс это исключение из правил где-то там в ночь с 25 декабря на 8 марта. А так, если адекватно относиться к рынку, то рынок форекс является достаточно ликвидным. Брокеры, которые существуют не год и не два на рынке, они достаточно надежные. Есть прекрасные сервисы, ну, как минимум, да, это РБК, который, ну, не только РБК, крупные медийные структуры, которые ведут рейтинги различных форексов, форекс-брокеров. Я могу смело об этом говорить, потому что в одном из них я состою как независимый эксперт в этом рейтинге. Идут сотни лучших брокеров, да, по показателям, по непрямым показателям, что очень важно. Соответственно, я не считаю, что рынок форекс и работа на рынке форекс более рисковая с точки зрения безопасности капитала, безопасности, надежности посредников, да, что форекс менее безопасен или более безопасен, чем фондовые площадки. Поэтому все зависит от стиля торговли, от возможностей, от капитала, от веры человека. Вот и все. Я понял вас, Сергей. Да, с логикой с вашей согласен, но, конечно, работать на нефть, нефтью на бирже, это на Аймекс, это Айс, это очень дорогое удовольствие. Это как подкопить денежку посерьезно. Баночку нефти не купишь и баночку нефти не продашь, да, и даже баррель, он не совсем продается. Поэтому, ну, кому хочется, да, пожалуйста, форекс-брокеры дают достаточно адекватное состояние рынка, поэтому почему бы и нет. Но я нет. Я понял вас, я понял. То есть вы, вот накоплю 50 тысяч долларов, тогда буду торговать. Да, и вот тогда уеду на Канаду. Я понял, вот, ясненько, ясненько. Спасибо большое, Сергей, вам за ваш обзор, ответы на вопросы и комментарии по практике торговли. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Да, до свидания. Вопрос есть от Топ Мэпти. Если я правильно произношу правильно. Дело в том, что... А, тут идет диалог, это я в чужой, наверное, диалог принимаюсь, это не мне был вопрос. Так, так, так. Ну, мы этот вопрос, если это вопрос в сторону Фибогрупп, то, да, значит, если вопрос в сторону Фибогрупп, то Фибогрупп не готов на сегодняшний день обеспечить техническую сторону вопроса трансляции котировок. Есть другие брокеры? По выходным, по выходным. Да, по выходным, по выходным у нас нет трансляции. Будет ли? На текущий момент я не готов дать ответ на этот вопрос. Внутри компании ведутся диалоги, надо или не надо. Сразу хочу сказать, что есть брокеры, которые у меня вызывают доверие. Один из них, я не буду, конечно, его называть голос. Посмотрите мои видео, я его иногда вспоминаю. Который дает котировки и который является в меру надежным. Он там, если Фибогрупп является там по рейтингам где-то входит 11-й, 12-й, 10-й в разных показателях, то этот брокер входит в 30-ку. Но он надежный по выплатам, у него есть котировки круглые сутки. Ясненько. Поняли вас, спасибо большое. Будет ли ПАМ и ТОК крипта? Если будет, то очень не скоро, поскольку задача ПАМа не приумножить, а сохранить. В первую очередь, а после сохранения заработать. Когда тратить время на анализ. А поэтому я и почти его не тратю, ворую у вас пару минут, только для того, чтобы показать, что я такой умный и красивый. И тоже смотрю на то, что очень модно и очень в тренинге. Надо самопиариваться и продвигаться не более чем. Понятно. Ясненько, Сергей. Спасибо вам большое за эти комментарии. Вам хорошего дня. Удачи на рынке сегодня. Спасибо, Игорь. Спасибо, коллеги. Хорошего дня, хорошего тренинга, хорошей недели. До встречи. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok